Стробоскоп, изготовленный под заказ. Стробоскоп имеет довольно-таки непростую схемку. Основа у него низкочастотный генератор, построенный на микросхеме NE555, то есть, тем хорошо известный таймер 555. Линейный стабилизатор напряжения на 5 вольт. Щетчик-делитель высокоскоростной. Четыре диода, импульсных диода маломощных. Дальше драйвер, построенный на двух маломощных биполярных ключах. И основные силовые ключи. К большому, к очень большому сожалению, изначально договорился поставить на выход полевые ключи для того, чтобы управлять большими нагрузками. В местном радиомагазине, к сожалению, схема работает на П-канальных полевых ключах. К сожалению, у меня нашли вот только один такой полевой транзистор на 200 Вт. Вот других П-канальных вообще там не было. Сказать, что следующая партия придет через две недели. То есть, ждать так долго не могли. Поэтому решил вот взять такой один полевой транзистор. Довольно, кстати, дорогой он. Стоит примерно 4 доллара. Так, я его вышлю в упаковке вместе со стробоскопом. Ну, замена тут транзисторов не представляет никакого труда. А сами ключи. Вот только все тут, простите за то, что все тут навесом. Просто пока что на стадии разработки. Ну, не разработки, а тестировки схема. Так, на выход поставил я наши советские КТ-818 АМ там, да? Ну, они держат нагрузку в 60 Вт без особых проблем. Даже не греются при этом. Ну, думаю, можно до 100 Вт подключать. Хотя они на 60 Вт, но только это АМ, по-моему, на 100 Вт было. Ну, в общем, точно не вспомнить. Так, дальше. Что тут у нас есть? Две галогенки я подключил, как у меня это все, что нашлось. Это на 50 Вт каждая галогенка. И вот частоту можно настроить под свой кус. Плюс, подаю плюс, вот. И вот такой эффект наблюдаем, стробоскопический. Частоту мигания ламп можно настроить любым, ну, под свои нужды, как бы, да? Но я тут... Дело в том, что изначально планировал все это дело резистором, но потом позже заметил, что с использованием переменного резистора лампочки вспыхания, это... Ну, наблюдается такой эффект. Они должны гореть достаточно ярко, да? А с резисторной настройкой они горели, как бы, питались от 5-6 Вольт. С заменой конденсатора частотно задающего лампы стали вспыхивать на все 12 Вольт. То есть, на них идет полное напряжение. То есть, я поставил, выкинул этот резистор, заменил переменным, постоянным, и поставил вот такой конденсатор. Ну, скорее всего, регулировка... Лучше регулировку делать так. Я в комплекте могу выслать, точнее, вышлю несколько конденсаторов. Ну, нужно два вывода. Вот, отпаять, запаять следующий конденсатор. И понять, какая частота вам более нравится. Так, идет у нас процесс горения. Довольно неплохой. Ну, то есть, лампа у нас вспыхивает полным накалом. При этом, хочу заметить, что транзисторы у нас абсолютно ледяные. То есть, даже без теплоотводов. Они, я думал, сначала будут нуждаться в теплоотводах, но, оказалось, я был неправ. Ну, саму схему собрал так, что основные активные компоненты, то есть, это счетчик-делитель и микросхема 5-5-5, питаются вот отдельного 5-вольтового напряжения, чтобы было полностью безопасно. И их можно заменить. Просто они сидят на вот таких панельках, петлях, да? Нужно снять без каких-либо пайок и поставить другую микросхему. Без особых усилий. Ну, все это дело, конечно же, будет в корпусе собрано, на маленьком, от электронного трансформатора и будет выслано. До новых встреч!